В результате этого процесса получаются все рациональные числа на отрезке, но это в результате бесконечного процесса. Но что такое дело до бесконечности, это не очень понятно. Вот мы можем построить какую-то конечную часть рациональных чисел. Это понятно. Это занимает какое-то конечное время. Каждый, который хотел построить 10 уровней вот этой процедуры, мы можем рисовать 10 этажей, построить дерево, с конечной точки зрения. Давайте на это дерево посмотрим с конечной точки зрения. Но если мы смотрим на него с конечной точки зрения, то возникает вопрос, а когда мы останавливаемся? И вот в зависимости от того, когда мы остановимся, у нас получился разная работа. Надо выделить два подхода, как я уже говорил, классический и неплассический. На первый взгляд, классический подход немного более сложный, чем неплассический. Классический подход приводит к последовательностям, ну, дай-дай-дай-дай. Когда это понятие возникло, термин «ряд ли» не употреблялся в строго математическом смысле. Поэтому классический подход приводит к рядам рэ. Но вот они ряды не в математическом каком-то смысле, да, называть вообще последовательностью. Последовательностью. А не классический подход. Он приводит к последовательностям странно-правного. Как ни странно, на первый взгляд кажется, что классический подход здесь более неестественный. То есть вот мы, давайте просто вот наше дерево будем рисовать до тех пор, пока появляются числа со знаменателем непревосходящим. А вот сложили вы два числа по правильному идеалу, получилось число со знаменателем больше «у». Все мы его не пишем. Вот. Тогда мы останавливались. В классическом случае мы останавливаемся, когда у нас исчерпались все числа со знаменателем «у». То есть мы записировали какое-то «у», и мы получили «фу» последовательность. С первого «оль», потом «ладно», «у». Дальше будет «р», «у». Давайте вот напишем «фи-у» минус один, который будет «у» минус один на «у». И последнее «р-ку», «фи-ку», в котором есть единица «фи-ку». Понимаете, «фи-ку» — это количество элементов в «фу». Как мы могли, надо посчитать единицу. Итак, что же такое «р-творы»? Мы взяли наше дерево и нарисовали его до тех пор, пока про нас были знаменательны, эти числа, они превосходящие. Вот когда мы можем больше не в одном месте продолжить наше дерево, чтобы число было знаменательно меньше «у», вот все, мы получили эту последовательность, которая здесь написана, и все остановили. Это очень естественно. С точки зрения, где это? Потому что, смотрите, у нас по каким-то путям мы добрались до какого-то органов уровня, по какому-то другому, до другого уровня, и процесс, когда мы останавливаемся, он определяется как из-за стран арифметического сквозь. Что? 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 Мы выписываем эмостиции числа? Ну, тут сознанием не происходит, но зато здесь присутствуют все несократимые дроби сознания. Я тут происхожу. Значит, вот здесь вот написано, все несократимые дроби из отрезка 0,1 со знаменателем меньше равны. Ну, тут зато в таком я всем не прошу. Ну, это то, что это ряды хорей. Это ряды хорей. А если мы не будем следить за арифметиками, за знаменателем, а просто честно, как нам дерево подсказывает, выпишем все элементы в этом дереве до n-го уровня включительно, то мы получим последовательную четвертую правду. Вот тут обозначение вы считаете, что здесь вот пишется f круглая или n-готическая, для этого ряда пара f, а здесь вот обычная f прямая классическая. fn, тут вот на самом деле, значит, 0. Это xi n 0. Меньше xi n 1. Это будет одновенно. И xi n, n с н, работаем вниз. Мы уже сегодня решили упражнение, что n с n с n равны 2 в степень n. Ну, тут вообще никаких вопросов не возникнет, потому что это ограждение людей. А вот что такое f у? Тут вроде вот как-то совсем не естественно. Потому что на самом деле это количество чисел не сократимых дробей вида а на б, когда б не превосходит у. Вот если бы фиксировали, то количество не сократимых дробей вида а на б, когда а от 0 до а до б, вот это количество, это известное. В просвещенную ручку под просвещенную ручку можно и не помнимать специализирующихся сил и чисел. Но и студентов, которые школьные, в матшколах, это называется фи от В. Функция Эйлера. Количество не сократимых дробей в данном номинате. Ну, можно только в угол написать. Фи от В – это количество элементов множества. А натуральных чисел, А не превосходит В, и А и В – это небольшие лучшие взаимные курсы. У нас студенты первого курса уже теории чисел. И они там сдают зачет, вот на зачете. Последний зачет принимается по тестам. Среди тестов такой вопрос, чему равняется фи от СТР? Ну и, в общем, когда там, в этом тесте, там, там, четыре, пять вопросов, на все ответы правы. Ну и, в общем, когда там, я иногда ставлю даже зачет, когда не все отлично правильно, но когда фи от СТР получаются равно четыре пятки, то есть, скорее, не зачет. Ну, уже целое число. Ну, вот, например, фи, если В простое, то фи от В – это есть В – минус один, потому что все эти натуральные числа у нас превосходящие В взаимопростые. Ну, а когда там, ну, простое, там, около есть штуки большого. Откуда? Это сумма по В – минус один, входящим по фи от В. Ну, и, на самом деле, вот, по порядку величиной, это есть, что там у нас, у квадрата, три, и квадрата. Ну, тут, видите, я в чём хочу сказать, что на первый взгляд кажется, что тут вот во всеми енда совсем простые. Ну, тут что-то надо так назвать. Правда? Для доказательства, если по-честному, то вот надо функцию минус писать. Или обманывать не можем. Нет, в целом, это писать надо. Или обманывать не можем. Потому что, вообще говоря, примитивно. Вообще говоря, это очень красиво. Это речь только о примитивных точках области. Ну. Что примитивные, было количество примитивных точек, у нас есть количество всех точек, как единицы, надземных от разных спросилов. Ну, количество лифт, здесь, выражается совсем простую форму, не классических значений. А в классическом языке, количество лифт выражается, ну, несколько затейливой формулой. Хотя, в общем, она не очень смешная. Он должен быть грязным, Вот так.